Когда поднимают цены, это плохо, болезненно, вдвойне, когда это делают нежданчиком, резко, в разы. Мира вам, я Ханжан Курбанов и это моя тарифная ремарка. Для регулирования цен на коммунальные услуги, чтобы эти цены были по-божески, правильные, а не дьявольские, беспардоны, в республике работает тарифная комиссия. В свое время неправильная ценовая политика для операторов чистоты привела несколько лет назад к мусорному коллапсу. Помните, наверное, инцидент с УК «Лидер»? Тогда это были низкие тарифы на вывоз мусора для одних и высокие для своих. У нас в Дагестане не знают слова «непатизм», но действуют по нему. Не хотят знать и понять и кланы, но так же работают, как кланы. Недавно на площадке Дагестанского технического университета состоялась конференция, посвященная дикому и неожиданному повышению тарифов на водоотведение и водоснабжение. В зале два министра энергетики и строительства ЖКХ, представители Общественной палаты республики, активисты общественного поля, журналисты, эксперты и новый руководитель новой организации АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения», под которые ушло несколько предприятий, которые все это время лихорадило. Махачкала водоканал, Каспийский, Кизлюртовский и Сбербашский снабжающие структуры. Горячая дискуссия разгорелась вокруг злополучного приказа Минэнерго, который датируется 26 января этого года. Но что интересно, как выяснилось по ходу дискуссии, начисление заводу и канализацию предпринимателям приходит с 1 января, то есть с задним числом. К чему была такая спешка? Никто не объясняет. Обоснование повышения СУЗ представителей власти старое. Много лет немодернизированные сети, пришедшие в дичайшее состояние, без капремонта, нуждались в замене. Потому нужно увеличивать цену за услугу. Но вот беда. Хоть и поднимают цену вроде юридическим лицам, предпринимателям, но тяжесть будут ощущать и простые люди, негодовали собравшиеся общественники. Выступивший представитель общественной палаты, в частности руководитель комиссии по ЖКХ Мама Мамаев, говорил, что нельзя перекладывать ответственность за грехи власти на бизнес и общество. Ведь долгое время по бездействию власти происходили безобразие в сфере. Никто рубля не вкладывал в отрас, чтобы капитально перестроить сети. Все обходилось чопиками. Объясняю для несведущих. Чопики – это такое махачкалинское изобретение, когда происходит поломка водоносной трубе или водоотводящей. Проходят ребята с водоканала и забивают вот такой деревянный гвоздь, чопик. Вот и весь вклад в ремонт сети. И долгое время так и продолжалось. А если говорить о неплатежах, то и тут виновата власть. Вы же извините, именно власть не платит потребитель. Так привлекайте его к ответственности. Где надзорные органы? Бейте рублем, подавайте в суд. Информационно настигайте. Все же козыря у вас в руках. Кстати, эту тему я поднял на своей ремарочке, адресованной товарищами из профильных ведомств. Меня вроде поняли. Красной нитью проходила тема, что нельзя проблемы власти перекладывать на общество и бизнес. А нужно изыскивать дополнительные средства для затыкания дыр, для ремонта и прочего. Из внутренних резервов республики или федерального центра. Хотя в федеральном центре и так много помогает. Руководитель АО «Единого оператора» Магомед Гаджи Шапиев был оптимистично настроен. Говорит, что как только началась реформа в сфере, платежи, к примеру, из Бирбашцев и Каспийчан достигли 100%. Верится с трудом, но рады успехам товарищей из новой структуры. Развернулась дискуссия между общественной палатой и представителями министерств и единым оператором о том, что тарифы в северо-кавказских республиках ниже, чем в республике Дагестан. Говорит, что в расчет не взят НДС. Вопрос остался открытым. Хотя по закону нужно было согласовывать принятие таких решений социальным вектором с участием и общественной палаты, и профсоюзов, и экспертной общественности. Наверное, поэтому повышение стало такой ложкой дегтя в позитивных переменах в отрасли. А они есть. Помимо улучшения платежной культуры, это и качество воды, оно стало лучше. И напор в домах тех же из Бирбашцев теперь не по часам. Но вот руководитель монитор ЖКХ Зеевудин Увайс уже подал в Верховный суд с иском о признании незаконным повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Конечно, для таких резких скачков цен нужен переходный период. Нужна информационная подготовка обществу и бизнеса. Разъяснение всех нюансов и детализации всех особенностей и моментов. Которые возникают при таких решениях. И числение с задним числом это вообще-то трэш, говоря молодежным языком. Профанация. Нельзя так. По большому счету все проблемы в сфере произошли-то, если опустить недофинансирование из-за некомпетентности, бездействия и коррупции предыдущих чиновников. А отвечать нам всем. Правильно ли это? Конечно, нет. Но мы все понимаем. Но не в семь же раз. Не так резко. И сложилось впечатление, что хотели без шума и пыли. Но так не получилось. Решение провести слушание на площадке общественной палаты еще 19 марта почему-то было отменено или перенесено. Тогда сказали, что не надо будет ражать народ перед выбором. Спорное было утверждение. Перестраховались тогда. Ну да ладно. Ну а что сейчас? Надо приказ отменять. Вернуться на стартовую позицию и начать поэтапно, информационно обсуждать и пояснять, снимать все возникающие вопросы. Все-таки в Дагестане уже зрелое гражданское общество. И рассчитывать, что и так прокатит, уже не получится. Оставайтесь с людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова